Перед началом нового учебного года вопросы безопасного транспортного обслуживания населения становятся одними из самых актуальных. Тем более, что эта сфера вызывает множество нареканий у жителей региона. Я хочу сказать о том, что безобразно мало уделяем внимания качество работы транспортного обслуживания населения. Поэтому, когда начинаешь смотреть, вот я не очень давно посмотрел очередной такой опрос населения города Ульяновска, в категории первых пяти наиболее важных раздражающих население проблем названа работа общественного транспорта. Жители области постоянно сталкиваются с некачественной работой транспорта, поэтому люди могут назвать самые болевые точки отрасли. Решено активнее привлекать общественность к выявлению и борьбе с проблемами. У них уже есть свои рекомендации, как наладить работу. Например, решить одну из самых острых проблем – отсутствие транспорта в вечернее время. С пяти часов утра до 23-х должен быть диспетчер. Они сейчас работают до 18-ти, до 19-ти у некоторых. Уже, ну вот, 19. Выполняют свои функции, да. В дневное время они контроль ведут. А дальше уже сами по себе водители. Поэтому срыв расписания. Пожаловались общественники также на изношенность электротранспорта, отсутствие единого контролирующего органа и недостаточное количество автобусов большой и средней вместимости. Последнюю проблему обещают начать решать в ближайшее время. Мы планируем приобрести подвижной состав, новый. Это автобусы средней вместимости, которые приобретает наше предприятие областное, ПТП-1. 50 автобусов до конца этого года будет поставлено на маршруты. 20 автобусов уже будет поставлено непосредственно в первой декаде сентября. Общественники считают, что они помогут исправить ситуацию при соблюдении нескольких условий. На мой взгляд, нужно делать так, что вот эти автобусы должны работать с утра и до ночи. То есть они должны быть распределены по маршрутам. И должна быть доступность населения. А для лучшего мониторинга передвижения общественного транспорта с начала октября планируют запустить региональную навигационную информационную систему. В мобильном телефоне можно будет увидеть, как передвигаются автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки. Данная система будет доступна для всех ульяновцев. Егор Тестов, Данила Сурков, Новости Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин